Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На прошлой неделе, во второй половине нашего занятия, мы начали разбирать вопрос об абортах. Тогда мы поговорили о различных категориях абортов и о способах проведения этих абортов. И мы остановились как раз тогда, когда пришло время поговорить о спорах. Как вы знаете, очень много аргументов есть как у сторонников, так и у противников абортов. Я полагаю, что вы успели прочитать главу об абортах нашей книги и сделали конспект. Поэтому я не планирую раскрывать каждый из аргументов, но я хотел бы сосредоточиться на наиболее важных из этих аргументов, и я также хочу предоставить вам возможность задавать вопросы о любом из этих аргументов. Если вы не совсем понимаете то, что я говорю, или сам аргумент, или если вы понимаете, но у вас возник вопрос по этому поводу, то, пожалуйста, не стесняйтесь задавать свои вопросы, но в подходящее время. В последующие несколько минут мне бы хотелось, чтобы мы представили себе разговор между сторонником движения «Право на жизнь», то есть противником абортов, и другим человеком, сторонником права выбора, то есть допускающим аборты. И я думаю, что и тот, и другой американцы, потому что этот разговор пойдет в определенном русле, который отражает их культурное наследие. Это не означает, что такой разговор не может произойти в другой культуре, в другой стране. Это несущественно. Просто мы сейчас здесь, в американской культуре, и нам важно понимать, что происходит здесь, в нашей стране. Очень часто люди, придерживающиеся противоположных взглядов на аборт, начинают говорить друг с другом. И вот, когда мы их слушаем, то нам кажется, что в их речи нет согласованности. Очень часто все начинается с того, что противник абортов говорит что-нибудь подобное этому. Я просто не понимаю тех, кто выступает за свободу выбора. Разве вы не понимаете, что аборт можно назвать убийством человека, индивидуума? Как вы можете оправдывать действия, которые подразумевают, что можно убивать невинные человеческие существа? Мы просто не можем понять, как люди могут быть настолько черствыми, с одной стороны, и бесчувственными по отношению к человеческой жизни. Мы просто не видим, чтобы сторонникам абортов действительно было не все равно, что происходит с человеческой жизнью и с достоинством человека. Почему им не жалко младенцев? Почему они считают нормальным избавиться от них? Тогда сторонник абортов может сказать. Знаете ли, это все достаточно интересно. Но все, что вы сказали, только доказывает, что вы не отличаетесь от других противников абортов. Вы не понимаете, кажется, что вы совершенно не знаете того, что вам не принадлежит тело женщины, оно принадлежит ей. Как бы вам понравилось, если бы кто-то сказал вам, что вам можно делать с кистями, руками и другими частями вашего тела, а что вам нельзя делать с ними? Вам бы это не понравилось. И мы не понимаем, почему вы считаете нормальным указывать женщине, что ей делать с ее собственным телом, а чего ей нельзя делать. Мы просто думаем, что вы этого не понимаете. И я не знаю, как вам еще сказать, чтобы донести это до вас. Тогда противник абортов может сказать на это. Что ж, все это ужасно интересно. Но это лишь еще раз подчеркивает то, что я уже сказал. Ничто в ваших словах не подразумевает какого-то сострадания или заботы по отношению к младенцам, которые задействованы во всем этом. Вы любите говорить о праве на выбор, а на самом деле вы за аборты. Складывается впечатление, что вы одобряете убийство детей. Вы говорите, что вполне естественно убить ребенка, потому что он никому не нужен. Если ребенок родился на 8 или 9 месяце беременности, то нет никаких законных оснований, чтобы убить нежелательного ребенка на 5 день после его рождения. А если вы сделаете аборт на 5 дней раньше рождения, то структурно, биологически, ребенок в это время не отличается от ребенка 5 дней спустя после рождения. И делается этот аборт, и совершается убийство просто потому, что ребенок вам не нужен. Что же может помешать вам совершить убийство ребенка после его рождения, если он вам также не нужен? Нам кажется это просто возмутительным. И очевидно, что единственное, о чем сторонники абортов действительно заботятся, так это о собственной свободе. И тогда сторонник абортов, возможно, скажет. То, что вы говорите, очень интересно. Вашему движению «Право на жизнь» нравится называть нас сторонниками абортов. Мы не благосклонны к абортам. Мы просто выступаем за то, что у женщины есть право принимать решения, что делать с ее собственным телом. Мы очень рады, когда она принимает решение не делать аборт, потому что нам тоже не нравятся аборты. Но, с другой стороны, если она выбирает то, что лучше для нее, ее семьи, то есть аборт, то, что ж, мы сожалеем о потерянной жизни, но мы понимаем, что это ее тело, и она должна иметь право поступать так. А когда вы говорите, что мы ничего не понимаем, вы просто сами не понимаете. Второй участник разговора вступает в разговор и говорит, вы просто занимаетесь вербальной семантикой. Вы вступаете за право на выбор, как будто это не право на аборт. Очень похоже на игру слов, не больше. На самом деле, вы одобряете убийство детей и обостряете ситуацию. И единственное, что вас беспокоит, это свободное занятие сексом. Вам нужна возможность сделать все то, что делают взрослые с их сексуальностью, и вы не хотите быть ответственными за свои взрослые поступки. Это называется безответственностью. Тогда сторонник абортов может сказать на это. Ну ладно, хорошо. Если мы действительно хотим раскрыть все карты, давайте будем честны. Те, кто выступает против абортов, на самом деле против того, чтобы женщины занимали высокое положение и должности. Вы хотите, чтобы женщины были беременными, всегда были дома, на кухне, не работали вне дома, и тогда они не смогут соревноваться с вами. А вы будете продолжать заниматься созиданием общества так, как вам это угодно. Это дискриминация. Это несправедливо. Знаете, можно продолжить этот диалог и дальше. Но если вы поразмышляете над тем, что слышали, что-то происходит, но ничего хорошего. Я думаю, что если вы когда-либо слышали обсуждение подобного рода, или даже прослушав этот разговор, вы бы отреагировали, скорее всего, так. Очевидно, что слова этих людей не доходят друг до друга. И на самом деле это так. Стороны пытаются построить защиту, основываясь одни на одном аргументе, а другие на совершенно другом аргументе. По сути, одни говорят, проблема с подобными вам в том, что вы не принимаете всерьез наши аргументы. Вы относитесь к ним, как будто бы это и не аргументы вовсе. А если это действительно аргументы, то они совсем не важны для вас. А вторая сторона скажет, вы точно так же поступаете со мной. Есть ли какой-либо способ, чтобы привести обе стороны к общему знаменателю? Действительно, они могли бы говорить об одном и том же, по крайней мере, наладилась бы связь. Их разногласия могли бы привести к какому-нибудь результату. Я думаю, что ответ – да. И я думаю, что те, кто берет на себя ведущую роль, то есть те, кто за право на жизнь, должны сказать. Вы думаете, что вы хотите этим сказать? Не хотите ли вы сказать, что нам не нужно подчеркивать право ребенка на жизнь, священность жизни? Я совсем не это имел в виду. Но я хочу сказать, что я думаю, что те из нас, кто выступает за право на жизнь, совершают большую ошибку, когда, обращаясь к людям, выступающим за право на выбор, изначально подразумевают, что эти люди – убийцы детей. Некоторые люди говорят, знаете, я не одобряю аборты, но я за то, чтобы у женщины было право принимать это трудное решение. И вот вместо того, чтобы думать, что это всего лишь дымовая завеса, чтобы оправдать убийство детей, я думаю, что любовь бы сказала, не только христианская любовь, но и просто человеческая, она сказала бы – оправдайте человека из-за недостатка улик. Заметьте, что такие люди на самом деле не одобряют широко распространенное убиение большого количества детей. Они просто сосредоточены на том, что они считают очень важным правом, правом женщины на выбор. Если мы будем поступать так, то мы сможем хотя бы завязать разговор о том, что они считают важным. Вот как бы я сделал это. Знаете, я думаю, что вам станет все намного понятнее после того, как мы поговорим об аргументах, которые обычно приводятся в этом случае с обоих сторон. Если бы я участвовал в подобном обсуждении, я думаю, что в какой-то момент мне захотелось бы сказать – послушайте, вы постоянно повторяете, что мы вас не понимаем. И я хочу сказать, чтобы вы знали, что я вовсе не равнодушен к тому, что вас волнует. Мне не безразлично, кому принадлежит тело и кто вправе делать выбор. Я американец, и я ценю свободу, я ценю свободный выбор. Все это я поддерживаю, но я считаю, что это правильный принцип, и нужно серьезно к нему относиться. Однако, когда я смотрю на эту ситуацию, мне кажется, что здесь есть два права, которые конфликтуют друг с другом. Мне кажется, что люди имеют право, то есть невинные люди имеют право на охрану и право на жизнь. Но в этом случае также мужчины и женщины имеют право и свободу выбора. Может быть, это не значит, что можно выбрать все, что захочешь. Если бы вы захотели стать вором или убийцей, вас, возможно, поймают и посадят в тюрьму, или вы заплатите штраф и так далее. То есть у свободы есть ограничения. Но я хочу, чтобы вы понимали, что нужно серьезно подходить к вопросу о свободе выбора. Мне кажется, что мы рассматриваем два разных права. И в случае с абортом, или раздумывании об аборте, здесь оба права конфликтуют. И причина, по которой я так категорично подчеркиваю необходимость защищать ребенка, в том, что, по моему убеждению, право на жизнь приоритетнее, чем право иметь свободу выбора. По крайней мере, в подобных ситуациях. Мне кажется, что в большинстве случаев, когда человеку предстоит сделать выбор, который определит, будет ли кто-то жить или умрет, мы должны сказать, если человек невиновен в каких-либо злодеяниях, тогда человек, принимающий решения, должен осознавать, что жизнь человека определенно более приоритетна, человеческая жизнь определенно приоритетнее, и, следовательно, в этом случае мы должны быть готовы урезать свое право на свободу выбора, когда оба права конфликтуют. И мне кажется, что когда человеческое существо или личность находится в утробе матери, то на это следует обращать основное внимание. У человека есть право на жизнь. В этот момент сторонники права на выбор могут сказать, а именно в этом у нас и нет согласия. Мы можем ответить, а что вы хотите этим сказать? И они скажут, вы думаете, что мы совершенно равнодушны к человеческой жизни. Это не так. Причина, по которой мы считаем, что право на выбор приоритетнее, чем право на жизнь, в данном случае, в том, что мы не думаем, что то, что находится в утробе матери, уже человек. Если бы мы были уверены, что это человек, тогда да, мы бы сказали, что безопасность этого человечка приоритетнее, чем свобода женщины и право женщины самой решать, что ей делать со своим телом, что ей делать с этим ребенком. Хорошо. Ответим мы. Посмотрите, что происходит в этом случае. Я хочу прервать этот разговор на этом. Во-первых, хочу отметить, что позитивно в этой форме диалога это то, что вместо того, чтобы проигнорировать сторонника права на выбор, его аргументы и права, которые он считает важными, вы не пренебрегаете этим, а признаете, что право на выбор существует, но оно не может быть неограниченным. Естественно, что будут исключительные случаи. Я имею в виду, что если обычно мы говорим, конечно, у нас есть право на выбор, но в некоторых случаях мы сказали бы, нет, в такой ситуации я не думаю, что у нас есть право выбора. По крайней мере, мы признаем, что до определенной степени это вторжение в личную жизнь женщины. Что я хочу этим сказать? А что бы мы, мужчины, чувствовали, если бы вопрос касался нашего физического строения? И вот этому строению угрожала бы продолжающаяся беременность нашей жены. Естественно, что биологически это не происходит с мужчинами. Но подумайте об этом. Если было бы что-то, это не может быть беременностью, но что-то свойственно мужскому роду, и это что-то совершенно не свойственно женщинам, потому что должно быть единственным в своем роде и только среди мужчин. И вот кто-то стал бы нам говорить, что нам можно делать, а что нельзя. В этих случаях, что бы вы чувствовали? Мы сказали бы, эй, кому принадлежит это тело, в конце концов? Я думаю, что именно это говорят многие женщины. Если вы сосредоточены только на ребенке в утробе матери, тогда вы не уважаете женщину как личность и не считаетесь с ней. У нее есть разум, у нее есть воля, у нее есть способность использовать это. Вам может это показаться незначительным, но знаете ли, что мы с вами на самом деле ближе к нравственным суждениям, чем мы думаем. Я согласен с вами, что если есть настоящая человеческая жизнь, если вовлечен человек, то в этом случае право на жизнь приоритетнее, чем право на свободу выбора. Просто я не понимаю, почему вы верите, что то, что находится в утробе матери, действительно человек, скажет сторонник выбора. Вот в чем оказывается весь спор. Это может помочь развить обсуждение дальше. Тогда мы сможем поговорить о том, что мы думаем о личности. Скорее всего, мы не придем к взаимному согласию по этому вопросу, но, по крайней мере, мы будем говорить об одном и том же и сможем найти точки соприкосновения. Это во-первых. А во-вторых, я надеюсь, что мы показали стороннику права на выбор, что мы неравнодушны к тому, что они считают главным правом и важным делом. Мы неравнодушны к ним, как к женщинам. Просто существует принцип, которого, как мне кажется, все мы придерживаемся в большинстве случаев. То есть, невинная жизнь должна быть под защитой. И мы говорим о невинной человеческой жизни, а вы нет. Давайте обсудим вопрос. Почему вы считаете, что зародыш не человек? И почему я думаю, что зародыш это человек? Может быть, мы сможем продвинуться вперед, если выберем это направление. Если вы захотите поговорить о праве выбора и так далее, я с удовольствием поговорю об этом с вами. Я согласен, что есть право на выбор, но я хочу сказать, что оно не может быть неограниченным. Так что, ничто не должно быть более приоритетным. Но я думаю, что если мы пойдем в этом направлении, даже если мы не сможем убедить сторонника права на выбор стать сторонником права на жизнь, я думаю, что, по крайней мере, мы найдем точки соприкосновения. Они поймут, что мы воспринимаем их серьезно. Надеюсь, что они будут серьезно воспринимать и нас. И, может быть, в конце концов, мы действительно достигнем успехов в этом обсуждении, потому что будем говорить о том, что считаем с сутью проблемы. Мы можем обсудить наши разногласия, сравнить их и продолжить аргументацию. Ну, достаточно об этом. Мне бы хотелось подчеркнуть, как я уже подчеркивал раньше, что на самом деле споры об абортах сосредоточены вокруг двух независимых категорий аргументов. Первая категория рассматривает вопросы, имеющие отношение к характеристикам личности. И второй, следующий вопрос, кто может по праву называться личностью? Очень часто вы слышите другую формулировку. Кого можно назвать живым существом и что подразумевается под жизнью? Если есть жизнь, она оберегается. Но не в этом суть проблемы, потому что сторонники права на выбор согласны, что зародыш живой. Они не спорят, что яйцеклетка и сперматозоид, прежде чем они соединятся, живы. Вопрос не в том, есть ли жизнь, а может ли называться это человеком. Одна из причин, почему именно это становится важным, по крайней мере в американских спорах, в том, что в деле Роу против Уэйда и в решениях последующих судов так было изложено право женщины на выбор. Там говорилось, человек должен быть под защитой закона, но если это не человек, то у женщины есть право выбирать, что ей делать со своим телом. Но хорошо, первая большая категория вопросов и аргументов имеет отношение к характеристикам личности, и у каждой стороны есть свой ответ на этот вопрос. С одной стороны, а именно со стороны борцов за право выбора, предлагается то, что можно назвать теорией социального развития личности. И в соответствии с этой теорией личностью не рождаются, личностью нужно стать. Люди не могут просто родиться личностями или восприниматься как личность. Люди должны развиваться до определенного уровня, чтобы соответствовать характеристикам личности. И как мы можем узнать, когда человек наконец стал личностью? Если вы откроете рабочие тетради на 19-й странице, то внизу этой страницы, где я рассматриваю позиции сторонников права на выбор в отношении к личности, вы можете увидеть, что я цитирую на 19-й странице Мэриан Уоррен и ее статью, которая была опубликована в 1973 году. На эту статью очень часто ссылаются и часто ее цитируют. И в этой статье Мэриан Уоррен пишет, нам не только нужно говорить о том, что личность определяется посредством различных этапов развития, но мы можем установить определенные критерии, и если они присутствуют в индивидууме, которого мы исследуем, тогда этот человек получает право называться личностью. Если эти характеристики не относятся к индивидууму, о котором идет речь, то он не может называться личностью. И здесь я нахожу достаточно интересное не только то, о чем сторонники теории социального развития говорят, но и то, насколько они и их список характеристик открыты для разнообразных толкований и возникающих вопросов и интерпретаций, когда кто-либо пытается применить их. Одна из характеристик, совершенно невероятная, на мой взгляд, под цифрой четыре. Здесь вы можете найти этот пункт на двадцатой странице. Получается, что вы не имеете права называться личностью, если не обладаете, как там написано, способностью вести беседу на неограниченное количество тем. Это совершенно свободная формулировка, под которой можно подвести что угодно. Некоторые понимают это так, что никто из нас не достоин называться личностью. Просто подумайте, если личность должна уметь вести беседу на неограниченное количество тем, то посчитайте количество тем, о которых вы можете свободно говорить. Но так как количество неограничено, тогда, чтобы быть личностью, вы должны уметь обсуждать на одну тему больше, чем вы можете, а, следовательно, вы не личность. И в этом случае нам не нужно уважать ваши права и вашу жизнь. Каким же образом вы сможете применить подобную формулировку беспристрастно каждому индивидууму? Это непонятно, однако именно это нам советуют сделать. Но мне бы хотелось донести до вас вот что. То, на чем сосредоточены эти люди, создает впечатление, что ребенок не может называться личностью до тех пор, пока его познавательные способности не достигли определенного уровня развития. Вот почему по их мнению личностью становятся, а не рождаются. Они считают, что личность это неврожденное качество, это то, что должно расти и развиваться. Мэриан Уоррен приводит пять характеристик личности. Джозеф Флетчер в работе об этике и автаназии рассматривает тот же самый вопрос. Кто имеет право называться личностью? Он предлагает не пять, а семнадцать характеристик с такими же неконкретными формулировками, как и у Мэриан Уоррен. Флетчер в заключении своей статьи приходит к выводу, что никто не может соответствовать всем этим критериям сразу, пока им не исполнится хотя бы один год. Следовательно, можно убить ребенка с момента рождения и до первого дня рождения, и это будет считаться, что не зло, это будет как бы приемлемо. У вас есть вопросы конкретно по этой теории личности? Да. Пожалуйста. Если личностью становится, если это достижение, то как можно понять, что тот или иной человек в какой-то момент уже может быть признан человеком, личностью, а в какой-то, когда он уже в возрасте, уже не личность? Вот так и получается, согласно этой теории. Если пользоваться этими критериями, чтобы определить, является ли человек личностью или нет, то в какой-то момент в жизни окажется, что ты достоин называться личностью, а в другой момент нет. Может быть, позже ты достигнешь того, чтобы называться личностью, если произойдет чудо? Если бы мы с вами сказали стороннику права на выбор, «Послушай, если мне придется использовать такие критерии для того, чтобы определить, является ли кто-то личностью, то не только тот, кто в утробе матери может оказаться несоответствующим этим требованиям, но и множество уже живущих на земле людей, например, физически больных людей, значит справедливо убить и их тоже. Не удивляйтесь, если услышите в ответ «Спасибо, наконец-то вы все поняли». Потому что именно так они и думают. Основополагающий аргумент, лежащий в основе права на аборт, такой же, что и аргумент в основе эвтаназии. Не все аргументы полностью идентичны, но основополагающие аргументы по сути одни и те же. Сторонники права на выбор всего лишь перетаскивают аргументы с одного конца жизни к другому концу. Если принять их критерии, то можно сказать, что умственно отсталый ребенок, по крайней мере до момента, когда он сможет делать что-то, никогда в своей жизни не получит право называться личностью. Что ж получается? Даже когда таким больным будет 15 или даже 20 лет, то можно без проблем избавиться от них, убить их, потому что они не стали личностью. А какие могут быть возражения против этого? Вот такие критерии используются теми, кто придерживается теории социального развития. Очень часто мы слышим такие призывы, особенно когда речь заходит об эвтаназии, но также мы слышим эти призывы и критерии, когда речь идет о сильной умственной отсталости или других значительных проблемах. Что же нам здесь хотят навязать? Послушайте, то, о чем мы говорим, должно восприниматься серьезно. А именно, не все качества или уровни жизни homo sapiens достойны сохранения, говорят они. Определенно, что все эти идеи о личности очень неопределенны и неконкретны. Если человек не соответствует этим критериям в какой-то период своей жизни, то, согласно этой теории, можно сказать, жизнь такого качества не достойна сохранения. А что касается ребенка, говорят сторонники права на выбор, то он не может соответствовать этим критериям, пока. Но, говорят они, есть надежда, что когда-нибудь сможет, когда подрастет. И поэтому было бы хорошо, если бы мать решила не делать аборт, считают они. Но, с другой стороны, если она выбирает аборт, то она не убивает при этом личность. Поэтому беспокоиться здесь не о чем, говорят они. Вот так они решают эту проблему. У вас есть вопросы по критериям определения личности с точки зрения сторонников права на выбор? Пожалуйста. Используются ли подобные аргументы в защиту того, что делается в нашей стране? Например, для обоснования стерилизации людей? Да, спасибо, что затронули этот вопрос. Потому что, выступая за подобные идеи, сторонники этих идей могут сказать, человек, не имеющий право называться личностью, не соответствующий этим критериям, не способен принимать решения для собственного благополучия. А, следовательно, мы должны принимать эти решения за них. И одно из решений, которые людям, возможно, приходится принимать, это не позволить этому человеку продолжить свой род или участвовать в репродуктивной деятельности. Вот так это может означать стерилизацию. Такие аргументы могут привести к таким мерам воздействия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова